Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Кат Квест. Так, ну что же котенок, пора вставать и дальше нам с тобой проходить игру. Так, доска объявлений, запрет на историю, не ребят, это не пойдет. Ага, у нас еще с вами есть одно местечко, которое мы должны посетить, но пока я не хочу туда лететь, давайте-ка здесь глянем. Пропавшие страницы, на 25 уровень задания, заплачу горы золота за любую информацию о Довокоте. Карлофт, хе-хе-хе, погоди-ка, так это тот самый Довокот, о котором все мурчат? Я Карлофт, археолог, помоги мне найти сокровище Довокотов. Сокровище Довокотов? А, что, где? Хочешь, прибери его к лапам, я серьезно, меня интересует только его история. Меня интересует одна из Довокотовских родословных. Карлофт показывает старую книгу. Это принадлежало одному из первых Довокотов твоих предков. Она укажет нам путь к сокровищу, но здесь не хватает страниц. Книга старая, так что она, скорее всего, сильно пахнет. Дай нам книгу и мы найдем эти страницы. Отлично, ребята, пропавшие страницы, дополнительное задание и полетели искать странички. Недостающие. Так, что у нас тут? Вон там, страница лежит. Да-ду-да-да-ди-да... Что за бред? Хе-хе-хе. Фигня какая-то. Что за чушь собачья? Хм, идем дальше. Идем. Точнее, летим. О-о-о. Пещера. Мы не можем ее обыскать. Там чудовища, так и кишат. Перебей там всех. Ну, естественно, как обычно. Тридцатуры. Ху-у-у. Думаю, сейчас мы ее пройдем без проблем. Так. Что вообще у нас тут? Ага, вижу... Вижу дракончиков. Ледяных. О-о-о. Так, ладно, давайте-ка попробуем их на прочность. У-у-у. Так, 52 уровень, ребята, мы с вами зарабатываем. Ну и, как видим, эти черепки салабоны. Так что разберем их сейчас по-быстренькому. Так, и здесь у нас будет сундучок нас ожидать. Давайте глянем, что в нем будет для нас полезного. Ага, волшебная шляпа. Ну что же, пригодится нам. Тут ничего не скажешь. Ну что, идите сюда. Будем с вами теперь уже разбираться. Они тоже, как видите, легкие. Сейчас со всеми тут сразу и разберемся. Замечательно. Я бы даже сказал, замурчательно. Хе-хе-хе. И... Ой, свин. Ну что ты тут делаешь, а? Тоже ватный. Вы подняли три страницы. Ерунда какая-то. Может, Кара что-то знает? Да, скорее всего, она что-нибудь знает. И нам достается волшебная мантия. Так, ладно, давайте выходить отсюда. И я так понимаю, нам нужно идти к Кари. Потом, скорее всего, она сейчас соединит эти странички, прочитает книгу. Ну, в общем, будем сейчас смотреть. Ага, вот она. Вы даете страницы Кари. Хм. Кажется, ты ничего не понимаешь. Мр, я пытаюсь понять. Спасибо, это помогло. Кольчужный шлем нам дают. Ээээ. Здорово. А что дальше? Хе-хе. Ага, давайте почитаем. Страницы под охраной. Ну что ж, соглашаемся. Вы здесь, вас-то мне и надо. Я поняла, что нам нужно, чтобы расшифровать эти записи. Кодекс Довокотов. Хрм. Их кодекс сейчас так просто не найдешь, это точно. Поэтому надо заняться расхищением гробниц. Подумай о сокровище. Заманивает. Я буду ждать. Мэр, надеюсь, сокровище того стоит. Тут поблизости есть несколько гробниц. Начнем с них. Ладно, давайте сбегаем, наверное, вот сюда. Посмотрим. Ну-ка. Это точно та пещера, которую надо разграбить, напарник? 45 уровня. Мяу, что это было? Да-да-ди. Ого, опять это дакалка. Это снаружи, давай туда. Ну что же, ребята, давайте, наверное, мы выйдем. Не будем здесь суетиться. Вон там, подозрительно. Так, а что у нас здесь подозрительно? Оу, опять какая-то эмблема. Не хвоста себе. Погоди-ка. Это же кодекс, который мы ищем. Скорее хватай. Ага, вижу-вижу. Ну иди сюда, кошара. Оу. Ну тут легко, легко. Сейчас мы по-быстренькому здесь зачистим все. Эти ежики, я думаю, тоже. Особых проблем нам с вами не составят. Так. Ой, да вообще на удар. Хе-хе. Ватные. Так. И вот так. И кодекс будет наш. Вы получили кодекс добокатов. Что-то ведет нас прямо к сокровищу. Мяу. Но кажется, оно как-то проверяет нас на прочность. Слушай, я ничего тут сложного не заметил. Так что... А ну-ка. Вы даете кари-кодекс. Вы нашли его? Если честно, я даже не надеялся. Мяу. Сокровище. Мы идем за тобой. Я дам тебе знать, когда расшифрую все слова. Вот твоя награда. И что же ты надаешь? Мохнатую броню. Стал он уже 28 уровнем. Так. Ну-ка дайте-ка я посмотрю эту... Мохнатую броню. Где она у нас? А. Ну что же, неплохо. Но... Тем не менее, это все-таки для мага идет она. А нам нужно что-то для ближнего боя. Археолог в бегах. 35 уровня задания. Хм. А где кара? Смотри, там какой-то клочок бумаги. Если ты это читаешь, значит меня тут уже нет. Не пытайтесь меня найти. Кара Лофт. Ах ты говно собачье. Она хочет забрать все сокровища себе. Надо ее высадить, чтобы ее собаки драли. И опять же у нас дополнительное задание, ребята. Это что? Очередной клочок бумаги? И какие-то бандиты. Эй, Гей. Это ж Давакот. Он пришел за той книгой. Взять его. Ути-пути. Ну вы и наивные, ребятушки. Оу. Даже третий выбежал. Видно, хотел засаду мне сделать, да? В этом лесочке спрятался. Копать мой лоток. Они что, тоже за сокровищем охотятся? Вот почему кара убежала. Кот с белым мехом подойдет лучше всего. Кажется, это страница из старой книги. Мяу. Каре удалось что-то расшифровать. Ага, понятно. А мы с вами летим дальше. Не понял, а где тут что? А, вот. То бандиты, то маги-изгои. Ну что ж, придется и с ними разобраться. Кота, боже мой. Кажется, что все коты от стариков до котят хотят эту книгу. Но мы тоже ее хотим. Все остерегаются белого кота. Видимо, они завидуют его способностям. Хм, интересно. Так, 53 уровень, ребята, мы с вами зарабатываем. Замечательно просто. И, и все же белый кот остается верным и добрым. Надо спросить его имя. Тут не часто встречаются белые коты. Тебе не кажется, что... Да-да, я тоже так подумал. Ага, вот оно где. Как хорошо, что вы не поверили моей записке и нашли меня. Я думала, мне конец. А с чего так вдруг? Кажется, всем нужно это сокровище. Но оно будет нашим. Это точно. Ты прав. Я почти все расшифровал. А встретимся в городе, а потом отправимся за сокровищем. В принципе, все понятно. Нам надо лететь обратно в город. Тут у нас ничего нет. Полетели. Это уже у нас будет третья история, да? По идее, должна быть заключительная. Так, погоди-ка, я не понял. А куда это нас стрелочка ведет? Да нет, сюда мы сейчас пока не пойдем. Блин, в городе. Это где-то здесь, недалеко должен быть. Вот, вот здесь вот. Давай читать. Сокровище. На сороковой уровень задания. Вот Макара. Наконец-то вы здесь. У меня хорошие новости. Мы добудем сокровище. Я расшифровала всю книгу. И? И теперь я знаю, что это за сокровище. Ну-ну-ну-ну-ну! Сокровище это... А? Да не может этого быть. Привет тебе, Довокот. Мы древние первые Довокоты. Мы открыли тебе кодекс, и сокровище это все, что от нас осталось. Мяу, это же твои предки, напарник. Да, отдайте нам сокровище. Только истинный Довокот может забрать наши сокровища. Докажи, что ты достоин его. Ег... Дрить-колотить. Ну-ка. Так, ну, вроде бы не очень сложный. Испытают они меня на прочность. Хе-хе. Я же не просто так столько времени здесь бегал, развивался, качался. Чтобы не получить эти древние сокровища. Так. Иди отсюда, свиной рыло. Готов. Отлично. А теперь решающий бой. Ну что такое, а? О, ё-моё! Так, огненный дракон. В принципе, в принципе, ребят, как вы видите, не так уж он и крепкий. Сейчас я с ним разберусь. Тихо ты, ё-моё! Не уворачивается почему-то, а? Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, давай, жарь. Ну, чё не жаришь? Отлично. Так, огонь, огонь, огонь. Теперь наша очередь. Оу! Чёрт, не успевай, не успевай, ребята. Ну, ничего. Я думаю, что мы его всё-таки победим. Да что ж ты? Всё. Расключили мы его. И? Чё молчим-то? Тишина. Наше сокровище теперь твоё. А где оно? Я почему-то его не вижу. Так вот, сокровище-то знание и опыт. Извини, мы на минутку. Ты станешь намного сильнее, а ещё... Я теперь знаю историю родословной первых Довокотов. Кора даёт вам старую книгу. Там всё, что есть. Тебе будет интересно. Увидимся, котики. Давай посмотрим, кто этот белый кот. Первый Довокот. Угу. Это Дракот? Дракот стал великим вождём и избавителем. Он принесёт нам победу в войне с Драконами. Странно как-то. Это же не тот Дракот? Или тот? Хм. Ну ладно. Когда-нибудь мы это выясним. Опыт Довокотов перешёл к вам. 54 уровень. Ребят, мы зарабатываем. И давайте-ка мы с вами будем искать очередное какое-нибудь приключение. Чтобы немножко раскачаться, да? Нет, туда я не полечу. Это однозначно. Так, здесь у нас что? 99 уровень. Нет, спасибо большое. Давайте-ка что-нибудь послабже мне, а? Где у нас тут есть вообще какая-нибудь города? Пока нет поблизости. Но я могу сбегать к магам. Надо, наверное, изучить немножко нам магии какой-нибудь. Так, вот у нас маги здесь. Волшебный храм. Ух ты. Это что это у нас такое? За новенькое. Ледолаб замедляет врагов и охлаждает их пыл. Ну давайте изучим. Один, я думаю, навык нам подойдёт. Я даже не знаю, что это за магия, если честно. Ладно, пускай она пока у нас здесь лежит. Ну, а мне нужно изучить, знаете что? Хилку. Да, денег у меня достаточно, поэтому я, наверное, пару уровней всё-таки осилить смогу. Так, мы уже пятого уровня. Хорошо. Да-да-да, давай-давай. Учи меня. Так, это у нас получается шестой уровень. На седьмой-то хватит? О, хватает. И седьмой левел. Так, хорошо. А здесь уже, к сожалению, никак. Не хватает золота, извини. Да я уже понял. Ну что же. Немножко мы с вами изучили магии. А теперь давайте что-нибудь такое найдём с вами. О, вижу доску объявлений. Ограбление по-западному. Ну, на семнадцатый уровень. Чё-то как-то не айс, ребята, не айс. А вообще-то я вспомнил, вы мне писали в комментариях, что где-то в самом низу должен быть остров или что-то типа того, где я могу найти ключик, которым смогу открывать сундуки золотые. Ну, тут, по-моему, ничего нету. Ну, давайте ещё спустимся пониже, посмотрим. О, вот он. Наверное. Там, кстати, и задание у нас какое-то есть. Смотрите-ка. Доска. Ну-ка. Золотой ключ. Так, на первый уровень задания. Хочешь знать, как открывать эти золотые коробки? Конечно, хочу. Золотые коробки? Мура, побежали. Эй, селяне, как нам открыть золотые коробки? Для этого нужен золотой ключ. Мы обронили его в пещере к югу отсюда. Случайно или нет, это только нам известно. Да мы просто хотели сделать подлянку и игру. Мм, тебе. Вот и всё. И не называй населянами, это пошло. А что такого-то? Удачи, катаны. Она вам понадобится, чмоки. Но это же задание для первого уровня, верно? Хе. Хе. Что такое? Что они за хекали? А вот и пещерка. Поскольку мы точно не знаем, где лежит ключ, придётся зачистить всю пещеру. Хе, плёвое дело. Пещера Основателя. Оу. Это, это что? Это что было? Я не понял. Просто на удар меня снесли. Так, ладно. Это мы всё, ребята, уже с вами читали. Да, какой-то прям нежданчик. Ладно. Будем предельно осторожными. Я, если честно говоря, даже не понял, что там приключилось, но влез в кучу. Я думал, что первый уровень тут всех раскормсаю. Ну, видимо, какая-то подковырочка в этом есть. Так, дайте-ка я сюда один сундучок вызову. Понятно. Ну-ка. Блин, я буду осторожненько, ребята, его разбивать, чтобы не попасть под его удар. Так, мне нужен ещё один. Так, иди сюда. Да, они какие-то хоть и медлительные и ватные, но боюсь, что атака у них очень мощная. Поэтому не будем рисковать. Как я уже говорил, будем вот так вот потихонечку. Потому что ключик золотой мне нужен. Я давно хотел вскрыть сундучки, которые разбросаны у нас здесь по карте. Но, как вы помните, у меня не было этой возможности. И, кстати, спасибо, ребят, за подсказки. За то, что вы мне помогаете в этом нелёгком деле. И? Да ладно, какой-то мечик. Бросовое оружие. Так, а вот и самый главный золотой сундук. Уж он точно, наверное, сейчас как вжарит. Оу, он и не такой лёгенький. Вы посмотрите. Придётся немножко посуетиться здесь. Рисковать не будем. По пару ударов и сматки. Ударяем и сматываемся. Вот так вот. Такая у нас будет с вами, ребят, тактика. Может быть, конечно, ему было бы проще магии. Но мы сделаем так. Гады, а где ключ-то? Хорошо, давайте последний сундук разбомбим. Я думаю, что мы с золотого получим. Ага. Вы находите золотой ключ. Вот он, наконец-то. А здесь что нам достанется? Доспех рыцаря. Тридцатого уровня. Ух, ну самое главное, что мы с вами заработали этот золотой ключик. И это очень хорошо. Так. Что тут нас просят опять? Мы нашли его. Ого, неплохо. Давай его сюда. Что? Нам нельзя его оставить тебе? Да ладно. Я что, не получу ключик золотой? Да ну. А вы готовы умереть за это? Ох. Тогда нам придется подраться, котаны. Какого лешего? Ну, в любом случае, вы тогда сами напросились. Я готов. Ну, что такое-то? Аррр. Да шутим мы, шутим. Не нужны нам золотые ключи. Мы просто взломаем эту коробку. Хе-хе. Отличная работа, котаны. Чмок, чмок. Идите и откройте все эти золотые коробки. Чао. Джентл бро. 55 уровень. Ес, ребята. Ух. Ну, меня это радует. Уже все-таки есть золотой ключик. Значит, мы сможем с вами открыть коробки. Если бы я еще помнил, где они все находятся. У нас, кстати, столько много пещер еще не исследованы. Что я даже и не знаю, стоит ли вообще туда заходить. Хотя соблазн есть. В каждой пещере находятся по коробочке. А, соответственно, какая-нибудь шмотка. Я-то понимаю, голдовская или какая-то эпическая, легендарная. Так, перуны у нас тут, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, какое перуны. 85 уровень. Хе-хе. Нет, не пойдет так дела. Блин, все-таки как хорошо, что мы умеем летать. А вот здесь, в принципе, можем. 10 уровень. Но, наверное, здесь и шмотка будет фуфловая. Сейчас посмотрим. Хотя, может быть, не зависит здесь от уровня пещеры амуниция наша. Хе-хе. Обожаю. Просто как орешки, щелкаем. Ну, правда, и опыта не очень много получаем. А вот и сундучок. Что у нас здесь? Ну, давай, не томи. Ого. Львиный шлем. Шлем? Я думал, что это, честно говоря, какая-то булава. Это шлем у нас. Но, в любом случае, ребята, он слабенький. Мы его одевать не будем. Так, давайте, наверное, отсюда выходить. Что бы нам еще с вами разведать такого? М? Так, я вижу, кстати, недалеко задание у нас тут есть. Смотрите-ка. Давайте попробуем выполнить его. Приглашаем всех. Шестьдесят пятый уровень, ребятушки. Мы открываем новое дело. Помогите с рекламой. Странно, но они могут нас вознаградить? Конечно. Как хорошо, что вы здесь. Вот, вот, возьмите листовки. Добро пожаловать на королевский курорт. Вас ждет незабываемый отдых. Приглашаются все. М-м-м. Так, я надеюсь, здесь никакого подвоха не будет. Я пометил несколько мест. Распространите там листовки, чтобы посетители приехали к нам. Придется поработать лапами, напарник. Зачем лапами, когда мы можем с тобой летать? С Мури. Ты не забывай это. Теперь не только ты летаешь, но и я тоже. Так, не понял, а мы что тут? Королю Леопольду с вами летим? Хорошо. О, ваше мурличество. Добокот, что случилось? Хочешь развеяться? Ээээ, нет, не сейчас. Но вы можете заглянуть на королевский курорт. Вы отдаете королю Леопольду листовку. Мне пора. Увидимся, ваше мурличество. Хм, как говорится, обывай. Коротко и ясно. Хорошо, мы, значит, Леопольду дали приглашение. А кто у нас тогда еще с вами будет на очереди? Видать все шишки этого островка. Ну-ка. А кто у нас тут остался-то? Я даже не знаю. А, Латка. Мастер Коша, вот это для вас с наилучшими пожеланиями от нас. Привет, сладкие мои. Это что? Выдаете к ушелатке листовку. Оу, идеально для отпуска. Спасибо, сладенькие мои. Мне отдых не помешает. Молотом махать не так-то просто. Рады помочь, мастер Коша. Слушайте, самый наидобрейший кот. Это Коша Латка у нас, да? Все время нас миленькими называет. Оу, губернатор. Губернатор, приветствуем. Привет, Дова Кот. Хочешь порыбачить? Не совсем, вот. Выдаете листовку губернатору. Там весь свет соберется, даже король. Хм. А, и мистер Коша. Хм. Мычание и знак согласия? Ну, по всей видимости, так оно и есть. Ну и куда нам опять показывать стрелочка? Нет, ну по идее мы листовки. А, погоди-ка, погоди-ка. А, вот еще куда. Вот та пещера. Может, внутри кто-то есть? Но это же опасно, нет? Не знаю. Уничтожь всех напарников. Никто не должен пострадать. 65 уровень пещерка, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно. Давайте начнем. Ох, ядрить тебя на корень. А потянули я? Блин, ну ведь ползадания уже сделал, а, ребят? Как-то неохота мне начинать-то все заново. Ладно, давайте попробуем все-таки здесь разобраться. Может быть, мы получим здесь уровень с вами. Хотя бы 56-й. И нам будет немножечко с вами попроще. Ага, мимо. Так, замечательно. Да нет, до 56-го уровня нам еще здесь, ребята, пыхтеть и пыхтеть. Сами видите, прекрасно. И еще нужно заработать полуровня. Отлично. Так, здесь мы забираем монетку. Блин, там наверху две ледяные вегерны. Куда ты прешь? Оу, вы посмотрите. У дракона еще к тому же значок вот этот черепок. Я, честно говоря, так и не понял, что он означает. Ну, я знаю, что разобрать его будет не так просто. Ой, 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 ой. Все-таки попал. Очень мало ХП. Даже не знаю. Мне вот эту... Да что ты прикопался-то до меня, а? Оу, 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 оу. Тихо, тихо, тихо. Ребятушки. Блин, а я еще и не сохранился, да? Хорошо, давайте с этой мы здесь разберемся. Черт бы их побрал, а. Да отцепись ты от меня. Блин, у меня вот этот маленький пятачок, ребята, остается для борьбы с ней. Потому что дальше там еще одна ривер налетает. Фак, а. Ладно, здесь мы ее подбили. Все, маны больше нет, к сожалению. У нас тут еще одна ледяная виверна. Но здесь немножко будет нам попроще, потому что довольно большое место для маневров. Так, отлично. Давай-давай-давай-давай. Сюда. Шикарно. Ну, практически разобрали. Все, ребята, там у нас дальше кто? Овечка, по-моему, да? Да, именно она. И сундучок. Кстати, вот тоже овечка именно с этим черепком. А что нам здесь достанется? Ну-ка, открывайся. Ого. Шлем самурая. Хм. Прикольно. Так, ну-ка, где он у нас? Вот он. Ого, 51 к атаке. Слушайте, я, наверное, надену, ребят. Хе, прикольно смотрится. Я бы даже сказал, очень козырно. Так. Замечательно. Оу. Оу. Видите, да, ребята? У него практически ноль хп оставалось. И я еще сделал пару ударов. То есть, это как дополнительная, что ли, защита, я не знаю. Или защита от смерти. Ну, что-то в этом роде. Мне, по крайней мере, так кажется. Значит, у нас здесь, там еще тоже сундучок есть, хоть и маленький. Так, Виверна, ты среагировал на меня. Давай сюда потихоньку вылетай, чтобы дракон на меня не среагировал. Ага. Ну-ну-ну-ну-ну, давай еще немножко. Молодец, умница. Вот теперь я буду с тобой разговаривать по душам. 163 атаки я наношу. Вы это прекрасно сами видите. И, соответственно, я эту Виверночку сейчас разберу. Ага. Добиваем. Так, ладно, ребята. У нас там еще... Я смотрю, что здесь у нас такое. Да, это меч ниндзя. А, клинок ниндзя, понятно. Там у нас овечка прыгает. Слушайте, ну, можно, в принципе, начать с дракона. Попытаться. Так, удар. Ага. Надо просто немножко запомнить его тактику. Что он там делает. Какой последовательности. Так, тихонечко. Здесь его бьем. Тихо, тихо. Не буянь. Не буянь, родной. В общем, у него два... Оу, тихо. Два раза идет какая-то магия. Блин, да что ж такое-то. Два раза он пуляет магию. И потом рукопашку. Так. Ага. Успели. Да что ж такое-то. Тем не менее, ребята, смотрите, разбирается он довольно быстро. Четверть хп уже у него отобрали мы. Так, тихо. Да елки-палки. Главное здесь нечаянно не отдуплиться. Будем все время подхиливаться с вами. Так. Вы знаете прекрасно, что у нас манна восстанавливается во время ударов. Черт подери, блин. Расхлепался я что-то. Все, не даем, не даем ему спуску. Оп. Мимо, роднуля. Иди сюда. Черт, я тебя побрал. Вроде бы и меч у меня такой, да? Драконобоец. Но все равно этот чувачок довольно крепкий. Я надеюсь, что я... Блин. Я надеюсь, что мне вообще получится его забомбить. А то еще кажется, что он бессмертный. Хе-хе. Нет, 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 нет. Даже не мечтай об этом. Все, ребята. Да что ж такое? На 297 он шпарит. Когда по мне попадает магия своей. Угу. Так, все, ребята. Осталось лишь добить. Что такое-то? Да вы посмотрите. Что за фигня-то? У него уже практически вообще нет хп. Как? А, вот. Все, разбомбили все-таки. И мы получаем с вами 56 уровень. Так, ну а с этой охламонкой мы разберемся быстро. Она для нас вообще никто. И звать ее никак. Тут одни только чудовища. Погоди. В листовке сказано приглашается все. Это значит, что и чудовища тоже? Хм. Идем дальше. Слушайте, ребята. У меня сейчас закралась в голову такая мысль. А не может ли это быть какой-то подстава? Я туда позвал Леопольда, губернатора, кашу-латку и сейчас еще и драконов. Не будет ли там какой-нибудь заварухи, которая мне потом боком как-нибудь аукнется? Куда ты мне все показываешь, а? Так, опять он в эту, в ледяную лапу. Давайте, ребят, с вами здесь сохранимся. Так. Отдохнем маленько еще, да? Замечательно. Но, в любом случае, задание-то пока еще не выполнено. Так, а что нам нужно сделать тут? Погоди-ка, это же... И что? Что ты? Эй, давай просто оставим тут листовку. Хе-хе. Побежали-ка обратно. Ага. Все, ребята, значит, мы... Листовки все разбросали. Всем передали. И теперь идем уже выполнять, как говорится, задание. Точнее, получать награду за это задание. Ух ты. Мяу, тут целая толпа. Куда это они все рассосались? Хе. Ну, наконец-то. Всех важных гостей чуть не упустили. А мы получим особое членство клуба? Эээ, мы еще не открылись официально. Я сообщу, когда откроемся. А пока возьмите это. Вас надо наградить. Спасибо, спасибо. Жилет чародея. И 57 уровень. Вот это я называю подарок, ребята. А вон там я, кстати, вижу, ребятушки, еще одну пещерку с сундучком. Хе. Давайте-ка сбегаем в нее. Это у нас называется Дальняя пещера. Да. На какой там уровень-то я уже забыл? Десятый? Мы же вроде в ней были или нет? Да это не суть. Главное, что здесь есть сундук, который нам нужен. Нифига себе. Десятый уровень. А монстрики такие довольно крепкие. По крайней мере, не на удар, а на парочку ударов. Ну где сундук-то? Вот он. И что нам в нем достается? Красиво. Шляпа дворянина. Но, тем не менее, она слабенькая, поэтому одевать мы ее не будем. Давайте отсюда убираться. Ух. И я думаю, что нам надо, ребятушки, лететь в какой-то город, сохраняться. И, наверное, на этом я буду завершать эту серию. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. О, запретная история. Нет. Как-нибудь потом. А на этом все. Всем пока. И до новых следующих видосиков, ребята. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова